Уже с самого начала войны 120-мм Бориса Шавырина, или как их называли в войсках тяжелые полковые минометы, стали для подразделений Красной Армии едва ли не основным оружием ближнего боя. Мобильное, простое в эксплуатации оружие, способное выстреливать в минуту до 15 мощных пудовых мин на расстоянии почти в 7 километров, минометы Шавырина наносили весьма существенный урон противнику. Диму Наливалкина призвали в армию в январе 43-го года. Ставропольского парня сразу приставили к миномету, технике, о которой он не имел ни малейшего представления. Разбираться, что к чему, ему пришлось на ходу и даже на бегу. После поражения под Сталинградом, части вермахта стремительно откатывались на запад. Нашим передовым подразделениям приходилось буквально гнаться за врагом. Рядовой Наливалкин оказался толковым солдатом и быстро подружился с простым и доступным минометом. Уже через полгода Дмитрий командовал минометным расчетом. Разобрался очень быстро, а потом там сама обстановка, военная обстановка заставляет соображать быстро. И миномет изучили, освоили и воевали с ним очень здорово. Главная задача минометных батарей это поддерживать свой передний край. Из замаскированных и закрытых позиций минометчики наносили массированные удары по скоплениям вражеской живой силы. Если немцы пошли, то давай уничтожай немца так, чтобы он не прорвался. Во-вторых, уничтожали огневые точки, пулеметы, артиллерию, малую артиллерию, которая минометы немецкие. Это он способен, чтобы уничтожить танк или попасть по танку с миномета практически невозможно. Это главным образом пехотное оружие. Миномет не пушка, мина меньше многих снарядов. Однако и от шавыренских мин оставались полутораметровые воронки. После точной стрельбы вражеские окопы оказывались в буквальном смысле перепаханными. Во время артподготовки расчеты пушек и минометов работали вместе. Успехи на свои и чужие не делили. Во время наступления было не до экспертизы. Кто считал? Ведь мы все-таки от немца находились где-то два километра. За эти два километра, когда проходили, ну лежат убитые. А кто их убил? Мы или кто-то другой? Чертезное. Да, видишь, что окопы все перешурованы, перебиты. Да, там нога торчит, там голова торчит из окопа, а там просто лежит. Вот все. Один выстрел каждые четыре секунды. Выполнение этой нормы скорострельности было успехом минометчиков. В этом же заключалась и смертельная опасность для самих стрелков. Главное, что когда вот мину опустил, чтобы она выстрелила, чтобы не получилось так, что на первую мину опустил вторую мину. Бывало и так, да, в горячке, в этой суматохе, да. И в результате весь расчет разрывается, да еще и другие расчеты, другим расчетом попадает. Минометов было много. Но для устрашения противника создавали иллюзию, что их еще больше. Применялась тактика качующих батарей. Дав несколько залпов, минометчики переходили на другой участок. Нас очень часто привлекали к тому, чтобы позиции такие впереди или недалеко от пехоты в ночное время. И вот отстреляем, куда уж там, да, кто его знает. Главное, чтобы в немецкую сторону. Несколько снарядов пустим, затем меняем огневые позиции. Опять. После окончания Второй мировой войны 120-мм миномет был несколько раз модернизирован и получил новые боеприпасы. В том числе дымовые, осветительные и зажигательные мины. Это оружие применялось и применяется практически во всех войнах и вооруженных конфликтах последних десятилетий. Тяжелый миномет Бориса Шавырина. Простой, дешевый и надежный. Калашников минометного семейства.